Белтамошсервис впервые принял на хранение полтора миллиона тонн вакцины против COVID-19. Речь о китайском препарате, который поступил в страну на днях. Склады ведущего логистического оператора позволяют содержать в надлежащих условиях все лекарства. Также компания, одна из первых в республике, получила подтверждение, что ее помещение соответствует высоким международным стандартам. Борьба с пандемией продолжается, и производство будет только нарастать. В Беларуси с этого дня повысилась стоимость автомобильного топлива. Она выросла на одну копейку. Так, цена 92-го бензина – рубль 96, 95-го и дизельного – 2 рубля 6 копеек, 98-го – 2,28. Тем временем Беларусьнефть увеличит число заправок для электромобилей. Сегодня их насчитывается 457. К концу года планируется открыть еще почти 150. В сентябре Белорусский Красный Крест отмечает 100-летний юбилей. В области создано более полутора тысяч первичек, которые объединяет свыше 254 тысяч человек. У крупнейшего общественного объединения в стране гуманитарная миссия – от установки контейнеров по сбору одежды и поддержке беженцев до работы в чрезвычайных ситуациях, в том числе во время катаклизмов. Неделя нулевого травматизма пройдет в Могилевской области с 13 по 17 сентября. Будут организованы семинары, круглые столы и горячие линии. Тема – соблюдение нанимателями требований охраны труда. Кроме того, региональные мобильные группы посетят организации, где фиксировали несчастные случаи. Финал акции – республиканская конференция, которая соберет около 200 участников. Запланирована она на 16 и 17 числа. Умер актер Жан-Поль Бельмондо в возрасте 88 лет. Известность к нему пришла в 1959 с фильмом «На последнем дыхании». Всего на счету француза более 80 ролей. Удостоен орденов за заслуги в области искусства и литературы и почетного легиона. Также обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля и премии «Золотой лев» Венецианского.